Изменений, внесенных в налоговый кодекс в 2024 году немало, но основные коснулись индивидуальных предпринимателей. Итак, для них введен запрет на работу с НДС. Его по реализации индивидуальный предприниматель теперь не уплачивает, за исключением случая излишне выставленных сумм налога. Суммы НДС, уплаченные при приобретении, относят на увеличение стоимости приобретенных везенных товаров, работ услуг, имущественных прав или на расходы. Однако и из этого правила есть исключения. Исчисляют и уплачивают налог на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь в соответствии с таможенным законодательством Республики Беларусь и по соглашению Евразийского экономического союза. Кроме этого, исполняют обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость при реализации товаров, работ услуг, имущественных прав на территории Республики Беларусь иностранными организациями, иностранными индивидуальными предпринимателями. Введена повышенная ставка подоходного налога в размере 30% для ИП, у которых доходы от деятельности нарастающим итогом с начала года превысили 500 тысяч рублей. В этом случае ставка подоходного налога от предпринимательской деятельности составляет 30% и применяется в течение всего налогового периода ко всем доходам от предпринимательской деятельности, полученным с начала календарного года, в котором превышен предел. Я немного поясню. Предположим, в первом квартале у индивидуального предпринимателя выручка составила 200 тысяч белорусских рублей. Соответственно, превышения нет. Ставка остается прежней 20%. В случае по итогам 6 месяцев 2024 года и доход составил свыше 500 тысяч, налог пересчитывается по новой ставке в размере 30%. И вот тут-то есть заковыка. Если вы в своем малом бизнесе в 2024-м достигли предела в 500 тысяч рублей, то уже в 2025 году вы не имеете права быть ИПшником. Вы обязаны приобрести статус юридического лица. Поэтому уже сегодня хозяин малого бизнеса, приобретающий товар на крупных торговых площадках, по-современному селлер маркетплейсов, должен задуматься о переходе в юрлицо. И это еще не все ноу-хау. С 1 января года нынешнего ИПшники при определении подоходного налога с физлиц доходы от реализации товаров, имущественных прав учитывают только по принципу оплаты. Ранее было право выбора. Для индивидуальных предпринимателей исключены понятия реализационных доходов и расходов. Теперь предусмотрен перечень доходов и расходов, учитываемых и не учитываемых при налогообложении. Индивидуальные предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, смогут с этого 2024 года использовать социальные и имущественные налоговые вычеты, независимо от наличия места основной работы, но по окончании года. То есть они смогут подать соответствующие подтверждающие документы при подаче декларации за 4 квартал 2024 года. Из сферы применения единого налога исключены не табачные, не никотиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для них. Увеличен размер ставок единого налога, установленный в приложении 24 к Налоговому кодексу. Новые ставки единого налога применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает 1 февраля 2024 года. Исчисление единого налога за январь текущего года производится по ставкам 2023 года. Также для индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, установлено ограничение по выручке в размере 500 тысяч рублей. То есть в случае превышения этой суммы выручки, индивидуальный предприниматель, так же как и предприниматель, который применяет общую систему налогообложения, обязан со следующего года перейти в статус юридического лица. А сейчас, как говорят, вишенка на торте. С 1 июля 2024 года все индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять налоговые декларации по установленным форматам в виде электронного документа.